Добрый день! На сегодняшнем посещении Гомельского облаканкама разлежена ситуация по створению новых вытворчастей и працу лоткования на их же хоро региона. В целом, по области, ответное задание перво-выконано, а ли основным за кошки города Гомеля, а также таких районов, как Будокошалевский, Ельский, Октябрьский и Светлогорский. С реальной ситуацией и перспективами ознайомился Олег Синцеров. С начала этого года на Гомельске створено около 400 новых предприятий, приобретено каждое третье из них в вытворчей сфере. Все родные больше запотребованных, сельская и лесная господарки, а также опросовшая промысловость. Показчики по створению новых прационных мест на 9 и новых предприятиях в планах обоснования введены только в этом году. В отношениях до Гомельской области это обовязковое працу лоткования 3600 человек. Коли мерковать по вынеках первого года, ничего нереального в этом задании нема, а при его ваконании не усюда увеличиваются изменения на рынке працы. У адрознений от еще недавних часов основная большаясть непрацующих сегодня мужчины – больше 60%. Сирот наибольших запотребованных на рынке працы – работники сельской господарки, аховы здоровья и промысловости. Колькость вакансий на рабочей специальности снизилась на треть. Незапотребованными застаются так само бухгалтеры, экономисты и юристы. Меж тем, за первые полгода в сфере эдукации на Гомельской области створены только 4 организации, в медицине – 5, в финансовой и страховой деятельности – 2. Как выник, после достаточно значного скорочения колькости официально зарегистрированных беспрацованных, рынок працы снова стабилизовался. Если в начале года мы имели зарегистрированных безработных в районе 8,5 тысяч человек, то начиная с апреля месяцев это количество начало уменьшаться. И за полугодие фактически у нас безработных уже зарегистрировано 7100. Точно так же изменяется только в другую сторону у нас пропорция с вакансиями. Если в начале года вакансии было около 3 тысяч всего заявлялось нанимателями, то на сегодняшний день или за первое полугодие вакансии почти 8 тысяч. Под час посаджения об Рокангама, размова об шляхах створения новых працевных мест, по великим рахунку их не вельми шмат от притягнения инвестиций до открытия новых вытворчастей в малым и среднем бизнесе. И когда реализация инвестпроектов в невеликих районах связана с пыльными складанностями, то потребка приватных инициатив – задача больше реальная. А тому той факт, что маль у полови районов Гомишины задание по створению новых вытворчастей не выполняется, напрямую связывается с недостатковой активностью местовой улады. Сегодня во всех районах створена специальная комиссия по оказанию допомоги приватному бизнесу, а не уседуя и не прозвуясь эффективно. Туда приглашаются на уровне или председателя района, или заместителя председателя района. Приглашаются все службы, налоговые службы, службы МЧС, санэпидемстанции, которые консультируют людей, которые оказывают им поддержку при организации нового производства, рассказывают, как правильно это делать. И тогда, когда есть такой контакт взаимный, интерес, тогда люди более активно вкладывают свои деньги накопленные и открывают предприятия, на которых потом работают люди, которые проживают на этой территории. По выниках обмеркования, вырешено унести у региональные планы по створению новых вытворчастей и производствованию на их местовых же хоров не входные коррективы. На эту работу в оконкаму модели 10 дюн. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Компания «Беларусьнафта» сегодня проводит пресс-тур для беларуских СМИ. Журналистам покажут сведровины на Речицком родовище и проведут экскурсию на газопропрацовщем заводе. На годы для состречи стало 50 годы нафт, сдобывающие галины Беларуси, якой означают селета. За полову 100 годы беларуские нафтовики сдобыли больше, как 130 миллионов тонн нафты и 14 миллиардов кубичных метров с подорожных газов. Дарыч, вся сдобыча беларуских вуглеводородов ожидаются в Гомельской области. Тут же вырабляют каля половы автомобильного бензину и дизельного палева. Усяго «Беларуснафта» ведет сдобычу на 60 родовищах у Беларуси, 5 в России и 13 в Венесуэле. Зараз макчымасті супрацовніства обмерковують з Украиной. Протяг темы юбилею беларуских нафтовиков и кадры з галиновых аб'єктов, куды журналистам редко доводіцца трапіць, глядзіцца завтра у наших выпусках. До інших тем. Город нацожам протягва ерыхтавацца до проведення міжнародного фестивалю хорографічного мастацтва «Сожский карагод». Одна з яго самых яскравых падзей – открыты сусветны турнір по спортивных бальных танцах «Золотая рысь». У Гомельскім Харваканкамі напереда днят булася пресс-конференція по апытаннях організації мероприємства. Падрабязнасті конкурсной праграмы у матеріалі наших корреспондентаў. Семнадцатага і восьмнадцатага вересня открыты сусветны турнір по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» збярае ў палацы гульнявых відаў спорту лепших танцоров з трынадцати країн близкага і далёкага замежа. За першінство яны паспрачаюцца ў дзвух конкурсных праграмах – латиноамериканской і европейской. Свої унікальны іздольністі ў дзельнікі гэтых масштабных і ведовішніх спаборністів сё літа будуть демонстраваць ў шасті узроставых групах – деці, юніёры один, юніёры два, молаць, дарослые і сеньёры. Самымі юными працтавніками спаборністів стануць хлопчыкі і дзяўчынкі в узрості 4-го гадоў, а найбольшь досвечэнамі – ад 40 до 60-ти. Судзіць конкурсны і выступліні будуть шлены журы з 13-ти країн свету. Гэта былы і дзеючы танцоры – трэнеры-професіаналы своєю справы со шматхадовым стажем судзейства заплячыма. Планується, што ўсё літа открыты сусветны турнір по спортивных бальніх танцах «Золотая рысь» збераю у Гомеля каля 500 пар – трэдзі їх – працтавнікі обласного центра. В этом году у нас буде чемпіонат очень высокого рейтинга – World Open. Что это означає? Более высокий статус, после этого только чемпіонат мира и Европы. Поэтому мы ожидаем хороший очень состав танцевальных пар. К нам заявились пары, которые входят в лучшие пары 50 стран мира. А если в сравнении, то эта рейтинг начинается от тысячи пар. Поэтому это пары очень высокого класса. В латине это будет просто незабываемое зрелище. Поэтому приглашаюся всех – приходите. Открытию сусветного турніра по спортивных бальніх танцах «Золотая рысь» отбудеться 17-го вересня у Палаця гульнявых видов спорту. У 14-го один – подживый аккомпанемент Гомельского городского эстрадно-духового оркестра. Закрытие 18-го вересня у 17-го один – у музычном супроводжении городского симфоничного оркестра. Дарече, набыть квитки на усе конкурсные финальные шоу-программы зараз можно у касах ГЦК, ДК «Фестывальный» и ДК «Костюковка». Ранешние выступления, жадающим, обыдуться у 6 рублёв, денные – у 12. Вечерние будут каштовать 13 рублёв. Вартадзнашить – у дни проведения открытых асусветного турниру по спортивных бальніх танцах «Золотая рысь» отбудеться розыгрыш каштовных подарунков для глядачоу. Вероника Ворошилина, Настасья Кучинская, Максим Славин. Телерадио «Компания Гомель». Доброчинная акция «Зберем школьный портфель» ладить Гомельское областное отделение Белорусского дитячого фонду. Активисты организации провели урочистую церемонию уручения вучням галовных атрибутов школьного життя. Для детей, яким потребна допомога у подрыхтовцы до школы, областное отделение дитячого фонду с 2003 года збирая усе необходное для навучания. Каб подарить школьникам свято, навученцам и их семьи запросили на урочистое мероприемство в аутульную залу. От коллектива у предприемства и организации дети из Рахачовского, Калинковицкого, Рычицкого и Гомельского районов отримали портфели, яких, до речи, с початку акций собрали коля 130. Мероприемство протягнула взаимальная музычная программа с уручением почастунков. Когда мы обратились поддержать нашу акцию и акция стала брать другое направление, мы немного растерялись, но когда она стала общереспубликанской, мы когда поняли, что вся республика, все белорусские люди, которые неравнодушны к судьбам детей, к проблемам детей, подключились и стали собирать пожертвования, собирать деньги, собирать школьные принадлежности, рюкзаки, чтобы детки были счастливыми, чтобы они 1 сентября пришли в школу и получили удовольствие так же, как их сверстники, что у них не было вот этой проблемы, что они раньше ходили с пакетами. Эта проблема мы ее увидели, поэтому мы ее и подняли. В этих рюкзачках лежат ручки, тетрадки, пластилин. Ну, конечно, мы и сами готовим наших детей к 1 сентября, приемных своих, родных, всех наших детей. Но эта помощь очень ощутима, и дети ее ждут, радуются, потому что они участвуют в разных мероприятиях, получают подарки. И к 1 сентября подарки особенные. И опошнее. Глядите сегодня на телеканале «Беларусь встреч» шарговые передвыборные выступления кандидатов у депутаты Палаты Простойникова Национального Схода Республики Беларусь шостого скликанья. С 19.01 до 19.25 у эфиры выступлений кандидатов по Полесской окрузе номер 43. С 19.25 до 19.45 до выборщиков звернутся кандидаты по Мазырской окрузе номер 42. Нагадаем выступлений выйдуть у эфир на телеканале «Беларусь-3». И на этом выпуск завершен. И у студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин